Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Владимир Бутусов и салон Байнист. И у меня сегодня на обзоре замечательный детский баян. Это Тула, маркировка 40 на 60. Что же это значит? Это значит, что 40 кнопок в правый и 60 в левый. Инструмент одноголосный, обусловлено это тем, что нужен компактный и легкий инструмент для детишек возраста от 5 лет. Действительно, если ребенок уже вырос и готов держать этот легонький 4-килограммовый баянчик, то ему уже пора обучаться индивидуально игре на этом прекрасном музыкальном инструменте. Как только ребеночек подрастает, можно уже брать в руки следующий инструмент и так далее. То есть в идеале музыкант, баянист или аккордеонист должен сменить минимум два, а лучше три инструмента перед тем, как уже перейдет на полноценный, готово выборный Юпитер или Тулу или баян-акко, ну или иностранные аналоги. Поэтому это меньше травмирует спину, руки, ну и детскую психику. Поэтому рекомендуем к приобретению для начинающих вот такой вот инструмент. Ну и, конечно же, давайте на нем что-нибудь сыграем. Ремни идут в комплекте достаточно короткие, поэтому на взрослого человека они не налезут, поэтому я покажу что-нибудь, не одевая его на плечи. ПОДПИШИСЬ! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем спасибо за просмотр. Не забывайте лайкать это видео, пишите комментарии, задавайте вопросы. Если вы хотите приобрести данный баян, то звоните по указанному телефону или пишите на электронную почту. Таких инструментов в продаже немного, и попадаются они нечасто, потому что требуют достаточно длительного изготовления. И на такие особенно компактные маленькие инструменты есть определенная очередь. Поэтому, если вы задумали отправлять своего ребенка в музыкальную школу в будущем году, то рекомендую уже в этом году позаботиться об инструменте. Иначе в сентябре-октябре таких инструментов, ну просто, как говорится, днем с огнем. Всем спасибо за просмотр. С вами Владимир Бутусов и салон Байнист. Пока видео на канале, инструмент в продаже. Всем всего доброго. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»